Самолет Работают 27 команд школьников Одинцовского округа. Каждая за отдельным столом. Собрали платформу, сразу же в коридоре проводят испытания. Это сколько метров? Три, четыре. Ребята рассчитывают на большее, но даже три-четыре метра хороший результат. Не у всех так получается. Ну, давайте. Главное не расстраиваться, не терять мотивацию, ребят. Пришло время показывать результат. Первый запуск первого самолетика. После пары осечек он все-таки взлетает. Помощники судей все фиксируют, закрепив носик модели. Ребята волнуются и поддерживают друг друга. Через полчаса сцена, которая превратилась в испытательный полигон, вся в результатах соревнований. В жюри подводит итог. Выигрывает команда школы номер 7 города Одинцова. Секрет успеха от победителей. В нашей победе участвовала удача, но упор мы сделали на жесткой самолетика, мы сделали его более жестким, из-за этого он дальше полетел. Двери для инженерных соревнований открыла Звенигородская школа «Квантум». Директор Оксана Кляпко говорит, у нее в этом деле был свой расчет. И вот инженерное направление для нас тоже очень интересно, потому что мы планируем открыть инженерный класс. И это для наших ребят будет хорошим-хорошим опытом. Соревнование бесплатное. Организовали его вот эти ребята. Они выиграли грант, на который закупили конструкторы. Подобные конкурсы провели уже в шести городах Подмосковья. Планы у инициаторов наполеоновские. Будем стараться расширять географию проекта, расширять вовлеченность ребят и делать это все-таки системой, чтобы это было на уровне Всероссийской Олимпиады. Вот похожего формата. То есть планы большие, будем стараться, будем работать. Ни письменные задачи, ни спорт и ни искусство. Своими руками собрать что-то такое, что работает. Инженерное соревнование – это действительно что-то новое. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».